Спорт лучше наркотиков. Так назвали свой видеоролик Алексей Лавринов из Самары и Кристиан Кёник из Германии, который приехал в Россию в качестве волонтёра, чтобы помочь Алексею преодолеть физические недуги. В тандеме ребята начали работать почти год назад. Тем более снимать. И Алёша там закончил университет и умеет хорошо обрабатывать этот материал. В итоге за всё время совместной работы удалось создать несколько видеороликов о здоровом образе жизни, один из которых был признан лучшим на конкурсе. Алексей Лавринов в силу ограниченных возможностей здоровья быть спортсменом не может, но в то же время прилагает все усилия, чтобы люди здоровые от рождения таковыми и оставались. У Алёши всегда вопрос, как они так могут. Не понимают они своего счастья, что они могут ходить, они могут нормально работать, разговаривать. И поэтому мы пропагандируем вот такой вот здоровый образ жизни, чтобы эти ребята не гибли. На сегодняшний день, по данным областного управления ФСКН, на учёте в региональном наркодиспансере состоят порядка 20 тысяч человек. Это люди в возрасте от 17 до 34 лет. По словам специалистов, именно старания участников конкурса социальной антинаркотической рекламы внесут свой вклад, чтобы эта цифра не увеличивалась. Основная цель – это довести до каждого гражданина нашего государства, что наркомания – это вред, что наркомания – это зло и что наркомания портит жизнь любому гражданину. На участие в конкурсе было подано более 50 заявок со всей Самарской области. В финал вышли только лучшие работы. В рядах призёров оказались и участники из Похвестнева. Мы как бы призывали не только наших похвестневцев вести здоровый образ жизни, а вообще всё российское общество. Победители конкурса получили дипломы, благодарственные письма и подарки от областного управления наркоконтроля. Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События.